Смотрите сегодня в выпуске. Новые проекты НКО. Из бюджета выделили 5 миллионов на поддержку социально-ориентированных организаций. С миру по листочку. Благотворительная акция проходит в Сарове. Помощь в продвижении бизнеса. Самозанятые защитили свои проекты в Центре поддержки предпринимательства. Далее расскажем обо всем подробно. Спортивная площадка «Сокол» была построена в 1963 году. Она сразу же стала центром притяжения ребят и взрослых со всего района. Ольга Шутова помнит «Сокол» со дня его открытия. Просто всем хотелось играть. Не обязательно на большой выигрыш. Не с кем было. Все никаких. Мы первые были в городе по хоккею. Этим летом завершилась реконструкция площадки. Горожане могут вновь приходить и заниматься спортом. Уже сейчас по вечерам площадка заполнена ребятами, играющими в футбол и баскетбол. Понятно, что стало новое покрытие, безопасное покрытие, которое прорезиненное и удобное для различных видов спорта. Мы нарастили еще сетки, новые борта, ворота и что появилось новое баскетбольные щиты. Поэтому огромное спасибо еще подрядчику, спецантех, которые нам помогли это сделать. Было сложно, но мы справились с этой задачей. Реконструкция площадки шла с весны 2023 года. В ходе работ не обошлось без трудностей. Выяснилось, что под площадкой проходит газовая труба высокого давления. На нее нельзя укладывать бетонные основания. Однако поменять проект не было возможности. Потребовалось время, чтобы найти выход из ситуации. В итоге администрация города достигла с газовой службой соглашение, по которому в случае необходимости демонтажа все издержки понесет городской бюджет. Работы продолжились весной этого года и вот, наконец, реконструкция завершена. Если мы весной, летом и осенью будем заниматься футболом, баскетболом, то зимой мы будем заливать каток и местное население может здесь кататься на коньках, как оно и было. Время будет, как обычно, разделено для хоккея и для просто посещения массового катания. До реконструкции резиновая крошка на площадке была низкого качества. Теперь же рабочие сделали двухслойное резиновое покрытие. Это будет способствовать безопасности сооружения. Нам кажется, что таких только две площадки в городе. Это вот на этой, на Соколе и вот на 19-й школе. На остальных площадках, она всегда идет в один слой, поэтому мы думаем, что здесь прослужат значительно дольше и будет все хорошо. На объекте установлено видеонаблюдение. Надеемся, что жители нашего города будут аккуратно следить за этой площадкой. Если будут возникать какие-то там моменты, наша компания без проблем все устранит и все вопросы закроют. Экспозицию музея ВМФ ждет расширение. Совсем скоро там появятся модели Сминца, самолета Ту-95, новые стенды и колпак для модели корабля «Святой Павел». На эти цели организация ветеранов ВМФ Сарова получила 200 тысяч рублей из городского бюджета в рамках конкурса на предоставление субсидий в социально ориентированном НКО. Федерации технических видов спорта выделили 180 тысяч рублей на развитие в Сарове мотослалома и мотоджемханы. Автономная некоммерческая организация по содействию социализации безнадзорных животных в обществе «Подари жизни» выделилась субсидией с бюджета города на реализацию проекта «Территория добра». Проект в себя включает закупку необходимых вакцин и медикаментов для лечения и вакцинирования животных. У нас данная некоммерческая организация имеет мурдом и приют. На сегодняшний день там содержится порядка 105 кошек, из них 12 котят. На нужды бездомных животных выделили 150 тысяч рублей. Городская организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов получила субсидию в размере 200 тысяч на реализацию проекта «Старшее поколение в гармонии с возрастом». Организаторы потратят их на поздравления ветеранов, празднование Нового года, Дня пожилого человека, мероприятие «Дары осени». В парке имени Зернова участники ежегодно предоставляют продукцию, выращенную на своих огородах. Также планируется поездка в Мордовский заповедник. Оно «Здоровая нация» получила 190 тысяч рублей на реализацию проекта «Развиваемся с интересом». Выделены субсидии для приобретения оборудования. Это настенная сенсорная панель «Ежик Мирон» диагональю 32 дюйма для проведения занятий с детьми, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также планируется проведение семейных занятий. В этом году на конкурс заявились шесть организаций, пять смогли получить финансовую поддержку. Основные критерии отбора – актуальность, информационная открытость, успешный опыт проведения предыдущих проектов, обоснованность бюджета и привлечение дополнительных средств. Парковаться можно в жилых зонах при отсутствии знаков, запрещающих парковку, либо на специально отведенных местах. Но часто водители нарушают правила парковки своих транспортных средств, останавливаются в зоне действия запрещающих знаков, оставляют авто вблизи пешеходных переходов. Каждый день не должен ставить свои транспортные средства, загораживая данный пешеходный переход непосредственно на пешеходном переходе, а также на расстоянии до пяти метров до пешеходного перехода. То же самое касается у нас поворотов, перекрестков, то же самое, такое же расстояние. Также человек не должен ставить свои транспортные средства, если до разделительной сплошной полосы, либо до края соседней проезжей части остается менее трех метров. Нередко горожане возмущаются, что машины паркуют прямо на газонах. Этим вопросом занимается администрация. Припаркованные на траве автомобили можно сфотографировать и отправить фото в администрацию. Нельзя оставлять машину и на местах для инвалидов. Такие парковки отмечены специальными знаками. В нашем городе достаточно большое количество мест специально предназначено для людей с ограниченными возможностями. Данные места устанавливает администрация, то есть некоторые из них по просьбе самих этих людей с ограниченными возможностями. Но, к сожалению, часто люди ставят свои транспортные средства с нарушением требований данного знака. Граждане, которые ставят свои транспортные средства, которые непосредственно предназначены именно для этого места, они периодически присылают обращение к нам в ГИБДД. То есть прикладывают фотографии, доказательства того, что гражданин поставил на их парковочное место, предназначено для их транспортного средства. И людей, которые нарушают, привлекают к ответственности. Если владелец автомобиля припарковался с нарушениями, его могут привлечь к ответственности по статье 12.19 и назначить штраф в размере от 500 рублей до 5000 рублей. Если вы увидели машину, которая стоит припаркованной на дороге в неположенном месте, можно ее сфотографировать или снять на видео. Обязательно нужно, чтобы на фото или видео были видны номера машины, а также отображалась дата, время и место фиксации нарушения. С этими материалами можно письменно обратиться в ГИБДД или подать электронное заявление на сайте МВД РФ. Не ставьте свои транспортные средства вблизи пешеходных переходов. Тем более у нас скоро начнет с учебный год. В первый класс пойдут у нас уже бывшие воспитанники детских садов. Из-за транспортных средств в связи с небольшим ростом ребенка его достаточно сложно заметить. Поэтому не ставьте транспортные средства до или после пешеходных переходов, особенно вблизи детских учреждений. К тому же бывают такие случаи, когда у нас возникают спорные моменты из-за парковок в жилых зонах. Хочу напомнить, что территория, которая находится вокруг дома, она не принадлежит частным лицам. Соответственно, никаких спорных моментов возникать не должно, потому что данные места не являются частной собственностью владельца транспортного средства. Также неправильно припаркованные автомобили могут эвакуировать, после чего выписать водителю штраф. В таком случае он будет обязан оплатить еще и работу эвакуатора. В волонтерском центре «Радость моя» вовсю кипит работа. Волонтеры формируют наборы для школьников к 1 сентября. Работы много. Нужно укомплектовать пеналы, папки для труда и творчества, разложить тетради по категориям и другие предметы по списку. Добровольцы трудятся и в дневное, и в вечернее время. Собирают наборы как опытные волонтеры, так и активная молодежь. В рамках благотворительной акции «С миру по листочку» подарки к школе получат все категории ребят, как первоклассники, так и дети средних и старших классов. Для каждой категории предусмотрен свой школьный набор. Наборов мы заранее планировали 340. 40 первоклассников, 300 остальных школьников. Но сейчас, пока уже первоклассников цифра выросла, почти до 60 человек. На самом деле их еще больше. Просто мы даже с потребностью в 119 человек мы закрыть не можем. Если вдруг предприниматели или еще кто-то, организации, которые обладают достаточным ресурсом, захотят закупить портфели и содержимое для первоклассников, мы будем очень рады. Просим звонить и говорить. Тогда мы сообщаем в Управлении соцзащиты, что они могут включить в список на получение еще сколько-то семей. Волонтерский центр помогает собрать к школе ребят из малообеспеченных или многодетных семей. В формировании списков нуждающихся помогает Управление социальной защиты населения. Для закупки необходимых принадлежностей в торговых центрах города проходит сбор денег. Волонтеры дежурят на трех точках – в Атоме, Кубе и Плазе, по пятницам вечером и по субботам днем. Денег пока собрали недостаточно. И покрыть сумму долго центр не может. Часть денег у нас была, часть мы взяли в долг у других волонтерских направлений в нашем приходе, у приходов. И нам сейчас нужно фактически собрать средства, чтобы отдать их. Но закупку мы уже сделали. Почему торопились сделать закупку? Потому что самые хорошие и по хорошим ценам позиции у оптовиков, они быстро раскупаются, и в августе их уже практически нет. Поэтому мы их закупили заранее в июле. Средства можно перевести, не выходя из дома, с помощью QR-кода. Откройте мобильное приложение своего банка. Выберите функцию «Использование QR-кода» и наведите камеру смартфона на код. В назначении платежа, к слову пожертвования, которое уже стоит в строке, допишите «Помощь к школе». Далее введите сумму и нажмите «Продолжить». Средства перечисляются на счет волонтерского объединения «Радость моя». В строке получателя указана местная религиозная организация, православный приход, храмы всех святых. В центр можно и самостоятельно принести школьные товары, но предварительно нужно согласовать закупку с руководителем по телефону 8 906 353 46 37. Вручение школьных наборов ребятам состоится 29 августа в Молодежном центре. Ступеньки третьего подъезда дома 41 по улице Александровича разрушаются почти каждый год. Вот и в этот раз жителям приходится быть предельно осторожными, выходя на улицу. Плитка отвалилась, осыпается строительный материал. При этом фрагменты плитки разбросаны по разным сторонам. О них легко споткнуться. В прошлом году жительница дома Валентина Сергеевна написала заявление о ремонте в центр ЖКХ. Но результатов до сих пор нет. 23-й год прошел, результатов нет. Начался 24-й. 24-й год прошел, полгода. Привезли 10 июля вот этот вот материал для ремонта. Но он по сей день уже лежит без всякого движения. Результат неоднократно я звонила в ЖКХ, мне отвечали, у нас очень много работы, вы не одни. Ступеньки в таком же плачевном состоянии находятся и в четвертом подъезде дома. Жители с проблемой обращались к депутату, но вопрос так и не смогли сдвинуть с мертвой точки. А строительные материалы, которые центр ЖКХ приготовил для ремонта и оставил у подъезда в мешках, начали потихоньку исчезать. Сделали слив неправильный. Весь слив идет на ступеньки. Они быстро, ступеньки разрушаются. Результатов нет. Сказали, когда же будет. Мне конкретного ответа не последовало. Мы ждали, когда нам привезут материалы и будут ремонтировать. Это, считай, больше месяца. Вот такой ответ. Куда обращаться, ЖЭК никаких действий не принимает. По этой проблеме наша редакция обратилась в центр ЖКХ. Директор сообщил, что договор на ремонт заключен, но сотрудники не приступали к работе, так как в городе были более срочные объекты. По словам Николая Шестопалова, на этой неделе рабочие начнут ремонт ступенек 3-го и 4-го подъездов дома 41 по улице Александровича. А закончить работы должны до конца августа. Начался сезон охоты на копытных животных – кабаны, косули, лось и олени. С 17 августа открывается сезон также на бровую, болотно-луговую, водоплавающую и полевую дичь. Охотиться разрешено только в охотохозяйствах при условии наличия всех разрешений. В документах прописываются категории животных, в каком количестве охотник может добыть мясо, место добычи, ограничения и так далее. Ходить на охоту категорически нельзя в заповеднике, национальной парке и другие природоохранные зоны. За это грозит уголовная ответственность, лишение свободы или штраф в особо крупных размерах. Мордовский заповедник, как и в принципе любой заповедник, это участок территории, на которой в принципе исключена любая деятельность человека, в том числе охота. То есть заповедники у нас созданы для того, чтобы сохранить природу в её естественном состоянии. Здесь животные живут своей жизнью и человек в их природные процессы никак не вмешивается. Соответственно, охота, любая рыбалка, сбор ягод, грибов, то есть любое браконьерство под строгим запретом. В Мордовском заповеднике круглосуточно работает отдел охраны, который патрулирует территорию, находится на кордонах по периметру заповедника. Сотрудники следят за территорией, обещая её на машинах и запуская коптеры. При охоте есть ряд ограничений. Нельзя подстреливать взлетающих птиц, самок с выводком, молодняк, животных, которые находятся в высоких зарослях. Весь ряд ограничений и требований к охотнику прописывается при оформлении разрешения. Запрещено добывать мясо краснокнижных животных. Как правило, они попадают под категорию 1, исчезающие виды, вымирающие. Это всё тоже строго наказуемое. Например, сибирские косули, европейские косули – это краснокнижные животные. Зимой у нас был случай в границах заповедника. В Жигаловском лесничестве поймали двух мужчин. Один из них был из Сарова, как раз-таки. Убили косуль. То есть было заведено уголовное дело. Подать заявление на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Нижегородской области можно по адресу Нижний Новгород, улица Костина, 2, кабинет 67, а также через МФЦ и личный кабинет охотника посредством ВИЗ охотоуправления. В июне в Бордовском заповеднике открыли новый музей зуб. Музей находится в посёлке Пушта. Здесь посетители могут узнать, как человек влиял на популяцию зубров на протяжении развития цивилизации. Сейчас в этом музее у нас также действует частная выставка из МУ-музея, которая тоже посвящена именно зубрам. То есть все предметы, которые частный коллекционер, связанный с зубрами когда-либо находил, она всё это экспонирует. То есть начиная от фантиков, заканчивая какими-то редкими марками, памятными карточками. То есть вот она всё нам привезла. До Нового года у нас эта выставка будет находиться. Но ведём переговоры, чтобы её оставили и нам на подольше. То есть она пользуется спросом. 7 сентября в заповеднике пройдёт большой всероссийский фестиваль «Пятнистый фест». На праздник приедут представители других заповедных территорий, которые познакомят гостей со своими достопримечательностями и национальной кухней. За подробностями обращайтесь в группу ВКонтакте «Заповедная Мордовия». Автотуризм всегда пользуется популярностью. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, удобнее. Можно самому планировать маршрут. В-третьих, не нужно искать билеты за полгода, штудировать сайт и быть привязанным ко времени. Для успешного путешествия на авто нужно тщательно подготовиться. Специалисты советуют в первую очередь убедиться в исправности машины, перепроверить все документы. Для удобства можно загрузить их на аккаунт в госуслугах. Там, где не обязательно на оригинал, сгодятся электронные версии. Внимательнее подходите к сбору аптечки. За её отсутствие штрафа нет, но при этом минимальный набор для оказания первой помощи может быть очень даже полезен при длительной поездке. Следите за тем, чтобы все флаконы были тщательно закрыты, а срок годности лекарств не истёк. Возьмите с собой лекарства и медикаменты, которые могут пригодиться вам или вашим попутчикам. Укомплектуйте автомобиль средствами для безопасности. Положите огнетушитель, знак аварийной остановки, буксировочные тросы, инструменты для возможного ремонта в пути. Проверьте крепление детского кресла. Проложите маршрут, заранее загрузите карты в навигатор. По дороге могут быть перебои с интернетом. А также убедитесь, что по пути следования есть заправки. Сохраните в телефон полезные номера, например, номер службы аварийной эвакуации. Подготовьте мелочи для комфорта. Автомобильное зарядное устройство, подушку, шторы на окна, антибликовые очки, автохолодильник. Ещё одна проблема – чем развлечь ребёнка в дороге? Дети, особенно маленькие, быстро устают в машине, начинают капризничать, от чего страдают родители. Прекрасный вариант – аудиокниги и аудиосказки. Главное в машине водитель. И заботиться о себе надо не менее тщательно, чем о своём автомобиле. Опытный водитель примерно понимает, сколько он может проехать за один заход. Заранее планирует остановки для отдыха по маршруту. Если всё-таки опыта недостаточно, придерживайтесь простого правила. Не сидите за рулём дольше восьми часов. Также помните, кофе-энергетики крайне бесполезны. Они дают кратковременный эффект, а после ситуация лишь усугубляется. Поэтому при первых признаках усталости лучше остановитесь и отдохните. Сообщите близким о маршруте, чтобы они могли организовать помощь, если вы не выйдете на связь. Изготовление сувениров на 3D-принтере, логопедический интенсив для взрослых и химчистка мебели. Что может объединять такие разные занятия? В Центре поддержки предпринимательства собрались самозанятые горожане для защиты своих бизнес-проектов. Защита – это завершающая стадия проекта «Займись делом». Проект является разработкой Нижегородской области. Он признан лучшим проектом для самозанятых. В нём приняло участие 50 горожан. На финальную защиту вышло около 10 человек. Проект реализуется при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Министерства промышленности, торговли и предпринимательства и Корпорации развития предпринимательства Нижегородской области. Наша коллаборация даёт возможность проводить этот проект именно в Сарове. Бизнес-тренеры из Нижнего Новгорода помогли участникам изложить свои идеи на бумаге в формате бизнес-тетрадей и подготовиться к защите проектов. Участники защищали проекты перед комиссией, в состав которой вошли представители администрации города, образовательных учреждений и предпринимательского сообщества. На защиту каждого проекта отводилось ровно 5 минут. Бизнес-идеи участников были самые разные. От изготовления сувенирных изделий лазерной резкой и на 3D-принтере до открытия салона-магазина натуральных камней. Кристаллы, минералы, камушки природные, в котором будут продаваться украшения из натуральных камней, в том числе украшения, которые создаю я сама. Перед комиссией выступали как участники с идеями для бизнеса, так и уже работающие и самозанятые граждане, которым нужна помощь в продвижении. Были представлены выездная и химчистка мебели и музыкальный образовательный квиз «Крики Чайки», который призван помочь школьникам в усвоении учебного материала, мотивировать их к изучению общеобразовательных предметов. Мария Чартилина работает в сфере образования больше 15 лет. Она решила создать логопедический интенсив для взрослых под названием «Твой голос, твоя сила». Идея в том, что нельзя ставить речь взрослым так же, как детям. Для этого требуются совершенно другие методики. Я много работаю со взрослыми, и я помогаю им избавиться от нарушений произношения. Но этого часто оказывается мало. И им хочется, чтобы их голос звучал ярче, чтобы их дикция была красивой, чтобы они сами себе нравились на видео. Мы создаем программу интенсива, которую можно пройти очно или онлайн, которая поможет тому, кто испытывает затруднения, с которыми я прямо сейчас сталкиваюсь от волнения, справиться с ними и донести свою мысль. Победители получили информационную поддержку от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства для продвижения своих проектов. Будет найден специальный подрядчик, который поможет в регистрации товарного знака или создании сайта, в рекламе и продвижении услуг. В эпоху цифровизации такая помощь может быть порой полезнее, чем финансовое вознаграждение. Каждый проект достоин, каждый проект должен быть реализован. И мы за то, чтобы у наших участников было в будущем как можно больше возможностей. Лето, аромат шашлыка, свежие выпечки и довольные лица горожан. Все это – фестиваль «Вкуснофест». Гастрономическая ярмарка впервые состоялась в 2019 году в пойме реки Сатис. В последнее время она проходит на набережной Центрального парка. Предпринимателей для города – таков девиз мероприятия. В этом году «Вкуснофест» пройдет 25 августа. Собственно, программа каждый год у нас расширяется. В прошлом году мы совместно с парком праздновали пятилетний юбилей нашего фестиваля и 75-летний юбилей парка. В этом году фестиваль состоится уже в шестой раз. Примет участие, если говорить только про пищевые продукты, около 20 предпринимателей. К нам приедут гости из Мордовии, из Нижнего Новгорода, из Москвы. И, конечно же, свою продукцию представят наши предприниматели. В этом году организаторы объединили два события. В парке Зернова состоится выставка дополнительного образования и досуга для детей, где предприниматели представят свои услуги и проведут мастер-классы. Основная часть фестиваля пройдет на набережной парка. Весь день для горожан будут выступать артисты, как городские, так и приглашенные из Москвы и Нижнего Новгорода. Одни из главных гостей – музыкальная группа «Знаки». В программу мероприятий также включен традиционный кулинарный турнир «Власти и бизнес». Командам «Власти и бизнеса» достается по рецепту блюдо, которое они должны приготовить. Также планируется мастер-класс от шеф-повара и турнир на поедание, чего именно организаторы пока держат в секрете. А на веранде Вейк-парка будет организована семейная зона. В общем, команда идейных девушек проведет такую развивательно-развлекательно-лекционную часть. Программа будет очень интересная. Мы программу очень скоро опубликуем, как только она будет доделана до конца. И на веранде также у нас выступят хедлайнеры, будут выступления. Это после семейного островка. То есть нашим горожанам будет что выбрать, где посмотреть. Будет представлена патриотическая локация с фотовыставкой. Женский клуб организует акцию «Варенье для своих». Горожане могут принести яблоки и ягоды и приготовить вкусное варенье, которое будет отправлено бойцам в зону СВО. Также планируется локация «Здоровье», где КБ-50 будет измерять пульс у всех желающих. Будет представлена продукция здорового питания. Программа фестиваля не ограничится только гастрономией. Горожане смогут принять участие в перетягивании каната или в сражении на подошках. При этом изначальная идея фестиваля – познакомить горожан с услугами предпринимателей. Каждый из участников будет не только продавать свою продукцию, но и угощать гостей. Мы очень ждем наших горожан. Начало мероприятия в 14 часов на центральной набережной. Мероприятие продлится до 8 часов. Может быть, уйдем чуть позже. Хедлайнер выступает в 19 часов. И обещаем, что будет вкусно и интересно. Успенский пост Успенский пост – один из самых поздних постов. Связано это с тем, что сам праздник Успения при Святой Богородице начал формироваться лишь в V веке. Успенский пост похож на великий строгостью пищевого воздержания. В течение двух недель верующие исключают из своего рациона мясо и молочные продукты. Рыбу, согласно уставу, можно поставить на стол лишь в праздник преображения Господня. Главный смысл Успенского поста – подготовка к воспоминанию Успения Девы Марии. Некоторые думают, что вот, там что-то не есть, это самое главное. Оказывается, нет. Оказывается, самое главное – это измениться в лучшую сторону. То есть, работать над собой, над своими грехами, своими недостатками. И стараться, как говорят святые отцы, обновиться. То есть, стать лучше, чище, радостнее, милосерднее. Пищевые ограничения – лишь помощь в том, чтобы сосредоточиться на духовном. Пост – хорошее время для того, чтобы поразмышлять над своей жизнью, осознать свои слабости, начать избавляться от греховных дел и вместо них приобретать добродетели. По словам священника, укрепить христиан на пути поста помогает обращение к Богу, таинство церкви. Таинство покаяния и причащения святых христовых тайн дает нам возможность измениться, дает нам возможность стать лучше, как об этом мы просим в молитву. Господи, помоги мне очиститься от грехов моих и стать ближе к Тебе. Поэтому здесь вот эти средства, они помогают человеку стать более близким к Богу. Начался Успенский пост с праздника изнесения честных древ Креста Господня. В народе он известен больше под названием Медового Спаса. Преображение Господня называют Яблочным Спасом, а праздник нерукотворного образа Спасителя – Хлебным или Ореховым. Раньше, когда люди в основном трудились на земле, им хотелось отблагодарить Бога за урожай. И такая благодарность проявлялась в храмовом освящении плодов. Отсюда и народные названия праздников. Но не стоит упускать из вида истинное значение и смысл важных церковных дат. Что касается преображения, там прежде всего мы видим, что Господь показал свою божественную сущность своим ученикам. И вот они еще до какой-то степени там где-то сомневались, где-то колебались. Для того, чтобы укрепить их в вере и в дальнейшем служении, Господь показал им божественную сущность. И вот нам тоже Господь показывает себя через святые тайны. И вот это единение с Богом – это такое определение о Божине, то есть единение со Христом. Праздник преображения Господня относится к числу двунудесятых, то есть важнейших после Пасхи праздников в православной церкви. Его православные христиане отметят 19 августа. А пост закончится праздником Успения при Святой Богородице 28 августа. На прошлой неделе 23-летний саровчанин поступил в приемный покой с дома по улице Гоголя с множественными ножевыми ранениями в области живота. Полицейские установили, что увечья пострадавшему нанес его знакомый во время пьяной посиделки. По данному факту, по признакам преступления, предусмотренным в части 2 статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался ранее несудимый 23-летний местный житель. В настоящее время ему избирается мера пресечения и расследование продолжается. Пока один саровчанин чуть не потерял жизнь, второй потерял около 1 миллиона рублей. Потерпевшему в одном из мессенджеров позвонил неизвестный. Представился сотрудникам правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что произошла утечка информации. Теперь на имя гражданина пытаются оформить кредит. Для обеспечения безопасности денежных средств злоумышленник убедил мужчину оформить займы в нескольких банках, а после перевести все денежные средства на безопасный счет. Мужчина последовал советам и остался ни с чем. Полицейские напоминают, что не стоит совершать финансовые операции по инструкциям незнакомых лиц. Сотрудники банка и правоохранители не предоставляют никаких безопасных счетов и не звонят в мессенджерах. Двух пьяных водителей за рулем задержали госавтоинспекторы на прошлой неделе. У дома 62А по улице Садовой произошла авария с участием сразу четырех авто. Мужчина на ЗАЗ-Сенс при обгоне не справился с управлением и столкнулся с машиной Ниссан Кашкай. Далее после столкновения автомобиль ЗАЗ-Сенс отбросил на припаркованный автомобиль Датсун Мидо, после чего автомобиль Датсун Мидо отбросил на встречную полосу, где он совершил столкновение с автомобилем Опель Корса под управлением водителя женщины 1994 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир, которые находились в автомобиле ЗАЗ-Сенс. После осмотра врачом были госпитализированы.